я сразу говорю что у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет я слушаю говорите пожалуйста у меня такой вопрос мы должны любить своих врагов да и врагов бога тоже даже не любить ну смотря как нам может быть не все понятно любить подсказать то мы можем а врагов божиих зачем любить они враги бог с ними разберется он не мой враг божий значит мы должны ненавидеть этих врагов бога но они сами себя поставили так от них злые флюиды идут так что он сказал безумец сердце своем нет бога 13 и 52 псалмы говорят он безумец хотя безумным человека не если рекомендует христос называть а тут прямо говорит безумец и все я с безумным чемник общение иметь ты никакого общения я не имею с ним если он пожелает беседовать я буду беседовать скажу ему где он ошибается у меня жизнь то прошла не дома я весь свет объехал и и везде было в монастырях и в тюрьмах и и везде беседовал везде бог находил людей которые обращались каялись так вот а дьявола и его ангелами должны ненавидеть ну конечно избави нас от лукавого это главный враг дьявола действительно мы должны ненавидеть всеми силами души и плевать на него во время крещения священник плюй на дьявола на левую сторону специально даже поставили чтобы плевали на него вот так вот еще один вопрос на выхода носа почему бог называет своим рабом на выхода носа который приказал разделять людей в куски жечь их дома почему бог его называет своим рабом он выполняет то что бог назначил по нашему то мы не понимаем этого он говорит допустим моисею иди к фараону а фараон лежит на постели со своей фараониха и наверное говорит на ради отпущу народ ну все же сколько можно в рабах быть а на деле получается так господь говорит иди а я ожесточу его сердце и вдруг он дернулся ты что же буду отпускать дармовую такую никогда столько рабов сразу моисей к дверям только подходит он как зверь вылазит он уйдет и начинает рассуждать он же воспитанный был фараон то это же грамотные люди были царь а господь иди и я бог ожесточу его сердце богу нужно чтобы их отпустил прогнал и бог делает как ему угодно а он мог его это ожесточение не мог он не обращался к богу а если бы обращался был верующим он его отпустил сразу вот и все еще один вопрос и крещение ефёпа мы это знаем от деяния апостолов да если не ошибаюсь 238 2 глава 38 стиль он будет чернокожим вот это мне интересует что в этом чернокожий был дефе кто кто крестить филипп да да нет я не про это сказала слова петра он говорит покайтесь и веруйте евангелие кто крестится значит получите ну и дальше говорится но это я плянин был и что просто арав плудница в ерехоне она тоже была чернокожая и вообще хананей они чернокожие были кто хананей но это племя хамова они чернокожие были знали и какие они были я не видел я знаю что племя хамова хамова так и называются от хама а фаха хам то такой же цвет кожи имела может быть почернел как только его назвал таким но и пошло все оттуда но и как название его что как 0 0 как название ну ну как как с ханааном сыном вместе они будете арабы рабы рабов будете араб имеет место в родословии иисуса христа конечно ну наша почему ее блудницей нас называют кого право но надо смотреть был один сын если она совершила такое то такая она и есть принимала чужих мужей как это у колодца самарянка ее фати назвать и она говорит христот светил ты имела 5 мужей и этот не муж тебе но кто она такая была мужиков каждую ночь меняла но мы видим что она была не не венчанная под по нашему сказать и господь ей сказал что это который приходит он и жить с тобой не думает так что тут все на глазах арав блудница она занималась блудом значит зарабатывала этим себе на пропитание во времена даже николы чудотворца это четвертый век один богатый человек был разбой и обеднял и три дочери ему надо выдать замуж их а кто его возьмет бедную это и он решил их выставлять на торжеще дом сделать разврата и она деньги заработает это давно и выдаст замуж даже не верится что такие люди были то есть она пускай побудет блудницей у нее деньги будут и тогда хороший жених ее возьмет вроде бы и как-то несуразно но так вот есть какой пророк взять себе в жены блудницу бог так приказал да 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 было такое ну все и он так и сделал и она родила ребенка ему но есть мнение что она не была блудницей просто она среди язычников была носителем правильной веры не надо не надо выдумать она была поэтому его ее язычники называли блудницей это откуда взяли то нигде этого нету зачем выдумывать библия говорит она блудница и все на этом конец а вот думали они она хорошая да какие-то бредни чужую блевотину собираете зачем вам а свое можно блевотину подавиться еще чужую берете никогда на это не идите нету нету это в библии всякую дурь навешивают себе на уши и людям она была блудница и все на этом конец она не была блудница я показываю написано написано все описание бога духовновенное и писали его святые божьи человеки будучи движим и духом святым духом святым а мы теперь опровергать своим вонючим духом будем ну куда это годится то даже говорить страшно больше не говорите нигде это написано она блудится и священник есть армянин он распространяет это он ответит за себя вы за себя вы застегнитесь почему вы расстегнутые вот смотрите как видите как я застегнуты я в армии застегнулся 60 лет назад и так и не расстегиваясь хочу по безбожьему то верхнюю пуговицу всегда застегивай почему не застегиваетесь ты нет она не застегнут у вас верхняя пуговица это масоны придумали галстуком то-то галстук снял сразу расстегивай это масонские значит сатанисты придумали вот так совсем по-другому выглядит там еще у вас пуговка одна игнатий тихонович мы живем в последнее в последнее время да скоро будет второе пришествие но судя по событиям недалеко потому что евреи уже были объявили о строительстве там храма все приготавливает сосуды первосвященника избрали мы даже смотреть на израиль вы за или против построения храмы не как от нас еще не вид не надо голову забивать глупостями всеми мы себе горта туалет они можем правильно обиходить от начинаем резких евреи знают что сделать и они посадят там антихриста третий храм будет и он сядет в храме выдавая себя за бога это божий храм божий храм но сядет как антихрист антихрист и написано в храме божием сядет храме не сатанинском храме божием библия то зачем про это говорит значит он будет захватить ну конечно они его изберут он и не будет применять силу они всю историю жду но она близко рядом сказали что нужно пепел рыжей птилицы тёлки и сказали в америке генетическим путем вывели таких и поехали туда до 2 узких раввина которые осмотрели эту тёлку но ни одной белой волосинки нет на ней только такую можно заколоть сжечь и пеплом ее там посыпать где надо у них видите какие правила и они все это делает это означает невинность святость нашего господа тут кто тёлка то она когда говорит не заграждай рта вола молотящего вол который молотит пшеницу апостол павел горит а в аллах ли печется господь мы молотим я им рассказываю о боге все я достроен пропитание я вот когда люди перебывают что-то где-то ну желает накормить я не хочу я сам куплю какой-нибудь батон нет вы для нас сто раз больше сделали мы через вас к богу пришли а великое ли дело я тебя накормлю но написано трудящийся достоин пропитания но я не привычен к этому когда близко знакомые тогда можно отобедать а так нет это и не по мне так вот мы не ждем не антихриста но мы должны ждать господа да так и и антихрист знает что придет сын погибели но перед ним идет такое мы говорим мы не знаем но допустим мы за дело к ночи идет мы знаем что завтра гости будут мы не о ночи говорим одни но перед этим до ночь должна пройти ночь вот в это время светло и нам сказали гость завтра будет такое время да я жду дня но не ночи но ночи на перед перед ним я никуда не денусь меня думать где я ночью буду так и здесь антихрист будет явление у господь убьет духа муссвы своих едва будет пророка при при антихристе еноха или я двенадцатая глава апокалипсиса игнатий тихонович видимо закончились мои вопросы у меня на просьба вы можете молиться чтобы меня добавили один балл я писал экзамен по географию и один балл не хватает а какой то чего зачем ака что это за экзамены куда чтобы меня приняли в школу как учителя ну хорошо давай помолимся сейчас вставай вас я назову георгием ничего ничего конечно господи слава тебе и услышим мольбу георгия помоги ему господи и расположить тех кто принимает от него экзамен и чтобы мы сего были направлены к тебе как тебе угодно мы не сваливающим но твоей воли хвала тебе и слава счастья поклонения отец сын и святой дух аминь да благословить тебя господь видишь спасибо спаси христос спаси христос молодец ну вот так а где вы будете преподавать где будете преподавать преподавать в каком городе я буду грузия не на минский район село ганза далеко это отбилиси отбилиси 160 километров но когда дорога будет туда узнаете новый храм где служит отец наум еврей который моем доме обратился покаялся и стал священником у патриарха или и второго у меня есть снимок с ильей вторым сфотографирован мы там были так что у его фамилия борщуков борщ борщ на отец наум израилевич очень хороший батюшка в меня все время называет своим отцом и но моем доме он обратился потом я его воспринял от купели поехали в москве переделки на дачу писателей там он полное погружение митрополита филиппа колычева храм носит название которого скоро там задавил по указанию ивана грозного митрополита ну вот так я его видел в ваших видео ну вот отца наума да иначе тихонович вот такой вопрос или а второй патриарх грузии он очень популярен в грузии очень любим грузинский народ его очень любит вот мне интересно русский патриарх тоже такой же популярен и такой же любим в россии как или а второй в грузии а зачем это нам сравнивать я не пойму вас какие-то вопросы такие нехорошие но зачем мне я молюсь за патриарха с меня больше не требуется где он неправильно отвечал вопросы я в своих книгах разобрал патриарх и который или а второй который был они примерно 9 процентов правильно отвечают а 91 неправильно я поэтому поднял голос но я каждый день за патриарха молюсь мне повеление дано я молюсь за правителя я молюсь каждый день поминаю и путина зеленского байдена эрдогена мы все поминаем каждый день повеление молитесь за царей не за царя за царей из начальствующих я выполняю эту миссию который на меня бог вот если не трудно ну вот так вот мы были в грузии многократно я когда приезжают туда меня сразу ставит на проповедь и говорит вот такой-то такой-то мой духовный отец я у него обратился моем доме и сразу переводчики рядом я говорю они тоже переводят вот так ну все да вот предыдущие видео будет вы написали что будет на главном канале главный канал это канал во свете библии называют да да так и есть он и 2 также называется только там еще открытым оком добавлено я не знаю когда кто выставил я не выставляю это у меня забирает администрация наша они выставляют я не выставляю ничего ну мы говорим о хорошем нам счет скрывать это мы говорим или я такое то у меня есть снимок снимок мы стоим у него на балконе сфотографировались тогда еще был не священником отец на ум мы у него были благословения брали и он нас принял у меня фотография есть его я 2 болеет сейчас ну да сколько ему лет то ему я забыл 8 больше 8 80 ну по-моему намного больше да мне это 84 84 игнати технович или а второй он такой сон видел и он сон так будет так что он будет видеть второе пришествие иисуса христа но не знаю не знаю не надо на это говорить мне многое бог открывает и она такое не посягаю никогда вот человек берет что-то там где-то у нас такой вопрос женою только начале только включаю вас им прям говорите даете ответ меня отовсюду говорят в обеде это лично или второго не слышал я это читал в интернете может и богу угодно или об этом говорит я как я вот то-то завтра когда не знаешь что будет сегодня все в божьей руке как богу угодно так и сделает я могу сейчас не закончу рот не закрыл помер и все ангел подошел ткнул и и поэтому не надо это может быть он и не говорила на него сказали если сказал он может может быть я это в интернете читал я лично от него не слышал такого нет я я даже повторять не буду а вы уже разносите эту молву у вас какая-то склонность такие вопросы не умные которые не нужны для спасения я вам скидывал свои материалы вот я сейчас еще раз вам скину и вы прослушайте все ролики которые я скину его особенно там 52 года в пути называется увидите 52 года в пути я обратился как богу и как 50 в ю тубе да я скину вам скину вам не надо искать будет 52 года в пути я вам скину много а вы там прочитаете там мест митрополитом беседу и и проще вот у нас мы просили бога издать трехтомник нового завета полное толкование с откровением бог помог нам и издали теперь проповеди стихах мои стихи проповеди 4000 стихов четыре тома огромная таба каждый то 880 страниц это только сейчас вышли сейчас покажу вам вот какая книга вот это моя книга 4 тома разные 4 тома проповеди написано проповедь стихах вот как я взял сейчас разбираю пушкин лермонтов некрасов и все у них в три раза меньше у всех чем у меня в одного стихотворения я арифметику выставил такую я буду молиться чтобы вы стали более популярным как писатель поэт а это все известно в открове в этом википедии все говорится больше мне не надо мне и так слишком много дано настолько много тиража сколько тиража у ваших книг сколько чего тиража не пойму сколько штук вы печатали печатали книг вот это вот это вот ну которая вот сейчас готовим к истину православия 5000 экземпляров это мало это очень много для нас это огромные деньги это миллионы рублей мы не можем это издать а вот 4 томник только 500 экземпляров и то кое-как миллион рублей тратили да сколько вы выгоду получили какую выгоду то у меня выгода вообще никогда нету люди собирают это деньги все моего ничего нету вот у меня книги когда вышли примерно 55 миллионов мне обошлось а мои книги 38 томов книг до этого были и мы по экземпляра было по 1000 экземпляров каждый том и мы проехали из барнаула алтайский край где около новосибирска до владивостока потом дошли до португалия скандинавия прибалтика и 650 библиотек получили полный комплект моих книг нам это обошлось в 35 миллионов рублей мы вложили они кто-то мы даром делаем это у меня ни копейки ниоткуда нету у меня минимальная пенсия у меня ничего ниоткуда нету пить и пьем мясо не едим поэтому у нас и расходы такие нет нехорошо это как артисты гол полуголодная и умирают нищими разве литература до этого я вот вам показал бы новый завет у меня изданы недавно мы издали только переиздали уже третий раз это очень очень дорого у меня пенсия где-то сейчас уже с добавками 12 тысяч а что привести из библиотеки этой с типографии это в мажайске только привести 220 тысяч надо отдать у меня 12 тысяч у меня нету ничего у меня нету вообще ничего нету я благодарю бога это все люди знают так что к выгоде какой-то это даже понятия нету я вот еще не продаю картошку пу сами садим морковка лук поэтому нам это обречения большое арбузы будут скоро уже вы мясо совсем в рот не беру никакого не птицу не барану не свинину никакую даже в руки не беру я не нуждаюсь этим это чтобы не соблазнять почему вы не соблазнять это во первых дорого во вторых у меня хорошее здоровье всегда было я работал на стройке всю жизнь я работал печеньком 40 лет у меня выработка было 280 300 процентов вот как вот я бы услышал что надо десятину платить если ты еще заработал 100 рублей надо отдать священству а это было 1962 году я обратился к богу я поставил себе господи я хочу платить 9 вот я заработал 1900 отдаю 9 частей из десяти я и так прожил всю жизнь и голодный ни разу не лег спать вот как вы не знаете с кем разговариваете я знаю просто святой человек но я вам скину сейчас материала святыми нас бог всех назвал то искуплен кровью христа еще тут такого нету вот мне за 84 года еще не думать арка не сказал алкоголя никакого нет у нас не пива не никакого вообще грамма нету и все посты соблюдаем есть а детей есть вам зачем это все знать то я вам сказал о питании а вы уже пошли куда-то как баба у у колодца не надо это совсем вы не забивайте этим голову у меня детей больше чем у любого каждый день один человек приходите говоря как вами нашли а он в америке ну как я госпала вы подошли как пнули меня ногой я проснулся и вас вижу в комнате ты чё лежишь вставай на молитву а ты кто он горит и гнать и лапкин я завтрак стала искать вас в интернете нашел потом мне с австралии пишут тоже подошел и пнул на молитву звать я ночью-то не сплю я по планете хожу уходит вот как бог делает и вот представь себе я вел занятия одновременно в пяти университетах в 13 школах пяти отделах милиции во всех воинских частях края прокуратуре это все моя аудитория и три выступления больших по телевизору и по радио и это делал много лет и все бесплатно нигде ни рубля ни за что не получал меня вызывали сказали вот он мне все ставку профессора там назначили я не рубля не получил я отказываюсь вот сейчас у меня которые идут ресурсы 23 тысячи своих роликов то на них начислялись а там мы написали песня веги youtube в америку чтобы они эти деньги снимали себе потому что они тратятся на электричество и я не рубля не получаю нигде нигде это моя жизнь могли отдавать бедны не знаю бедные бедных я накормлю напою если нужно я не привязан к этому миру меня бог провел знаете какими судьбами сколько тюрем сколько людей было сколько людей там обратилась сегодня пишет доктор богословия тысячи людей обратились говорит через меня доктор богословия павел бочков я у меня нет образования не гуманитарного не религиозного я технарь и все время самостоятельно учусь вот представь стихотворение вышли 4 тома этого образе даже нельзя а примерно 80 стихотворение положено на музыку и поются в интернете я нигде не получаю деньги за это ну вот так георг все на этом все с богом с богом береги себя во славу божию